МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянская пещерная церковь в Кесарии была разрушена в Араме. В Арцахе открылась 27-я армат-инженерная лаборатория. Иран назначил нового посла в Армении. Сирийские правительственные силы готовятся к действиям против ИГИЛ. В Берлине откроется центр Туму. Школьники, вернувшиеся с международной олимпиадой с 18 медалями, готовятся к новым достижениям. Армянская церковь Пресвятой Богородицы в Бакпынарском районе Кесарии Западной Армении неоднократно подвергалась нападениям со стороны кладоискателей. В результате нападений церковь была значительно разрушена, особенно фриски на стенах были повреждены. В интервью турецким СМИ мэр Бакпынара Умер Налбант отметил, что нынешнее состояние церкви очень печально для них, надеясь, что власти отремонтируют ее для большего туристического потока. Представители Государственного департамента культуры и туризма Кесарии объявили, что церкви в штате зарегистрированы. Некая работа уже запланирована, однако точных дат еще нет. В школе имени Леонида Гурунца в общении Нуршен в Республике Арцах состоялась официальная церемония открытия инженерной лаборатории «Армат», как сообщают из Союза предприятий информационных технологий СПИД. В мероприятии приняли участие министр образования, науки и спорта Арцаха Наринэ Агабалян, министр иностранных дел Масис Майлян, исполнительный директор СПИД, Карен Вартанян и другие. В школе имени Леонида Гурунца в общении Нуршен в Республике Арцах в настоящее время обучаются 54 ученика. Они самостоятельно подготовили ролик о буднях общины и школы, при этом использовали дроны, изготовленные воспитанниками инженерной лаборатории «Армат» в Сесяне. Руководителем лаборатории «Армат» в Нуршене станет Ара Арутюнян, который в рамках программы «Тичфор Армения» из Еревана был направлен в Арцах в качестве учителя по физике. Новоназначенный посол Ирана в Армении Аббаз Зухурии и 12 других послов встретились с президентом Ирана Хасаном Рухани 21 января перед тем, как отправиться в страны назначения. Об этом в Твиттере сообщило посольство Ирана в Ереване. Отмечается, что президент Ирана подчеркнул важность развития экономических отношений между странами. Сирийские правительственные силы усиливают свое присутствие в районе ДРС Зора. За последние дни в этом районе были развернуты десятки военной техники и большое количество военнослужащих, сообщает пользователь ДРС Зор на Уфтвиттер. Особо отмечается, что новое оборудование находится недалеко от жилого района Эсс-Сухне. Вероятнее всего, сирийская армия готовится к новой масштабной операции по зачистке спящих ячеек террористов ИГИЛ в сирийской пустыне после недавних нападений. Центр креативных технологий Туму, армянский бесплатный учебный центр, откроется в Берлине. Об этом сообщается на странице центра в Фейсбуке. Отмечается также, что в ближайшее время в Ереване будет подписан контракт об открытии центра. В ближайшее время планируется открыть центры Туму в Кохпе, Масиси и других местах. Армянские центры Туму уже есть в Париже и Бейруте. Центр креативных технологий Туму является инновационной открытой медиа-студией в самом центре Еревана, Юмри, Дележане, а также в столице Арцаха. Это практическая внешкольная программа для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Первый центр Туму был открыт в столице Армении по инициативе Сэма и Сильву Симанян. Образовательным фондом Симанян 14 августа 2011 года. 18 медалей на Международной Олимпиаде. Воспитанники физико-математической школы имени Шагиняна и гимназии Квант на днях серьезными результатами вернулись в 16-й Международной Жалтыковской Олимпиады, проводимой в Алматы в Казахстане. Они с гордостью, представляя завоеванные медали, не перестают рассказывать о своих достигнутых успехах. Физико-математическая школа была представлена 16 учениками, а гимназия Квант 10. По общему счету, ребята удостоились 18 медалей, что является очень важным результатом. Наша школа с Международных Олимпиад никогда не возвращалась пустыми руками. С 2005 года по сегодняшний день у нас 7 золотых, 36 серебряных медалей. На этот раз наша школа в командной борьбе среди представленных государств была четвертой, отметил Сурен Григорян. В Олимпиаде приняли участие учащиеся из 16 стран постсоветских и европейских государств. 16-я Международная Жалтыковская Олимпиада состоялась в Алматы, прошла с 8 по 14 января 2020 года. В ближайшее время наши ученики примут участие в других международных Олимпиадах. Они намерены возвращаться с новыми достижениями и успехами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин Эчмятин. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok